Деревенское утро, туман, тишина. О том, что в октябре 41-го здесь шел бой, имевший огромное значение для обороны Москвы, напоминает только памятник воинам-держинцам. Это место стало братской могилой для 120 человек. В позапрошлом году Андрей Ушапкин выяснил, что среди них его отец, которого он никогда не видел. Тот ушел на фронт за два месяца до рождения сына. Известно было только название деревни, где погиб фронтовик. Писал в Смоленск. Смоленская же область была раньше пенашена. Потом, значит, несколько деревень передали Калужскую область. Поэтому была путаница. И вот потом уже через военного комиссара узнал, что все-таки вот здесь, в Калужской области. И вот я нашел. Два года назад сюда приехал. Правда, никого не было здесь. А вот все меня пригласили. Мы приехали, возложили цветочки. Будем помнить его всегда. Их подвиг здесь вспоминают каждый год от ветеранов и военнослужащих до кадетов. Бойцов 2-го полка дивизии имени Дзержинского направили для уничтожения разведывательной группы. А оказалось, что придется сражаться с вооруженной до зубов действующей армией врага. Войны Дзержинцы приняли решение, потому что другого решения не могли они принять. Приняли решение о том, что надо любым путем задержать эту армаду. И на 18 часов наши ребята удержали натиск вот этих немецкой армии. Тем самым дали, конечно, возможность и передислоцировать под Нарофоминск подразделения, укрепиться под Нарофоминском. Дивизия Дзержинского и сегодня одно из элитных подразделений армии. Ежегодные ее бойцы приезжают в Боровский район в день памяти своих предшественников. И здесь тот самый случай, когда оружие служит в мирных целях. Подарок от дивизии – показательное выступление. С ним 22 октября рота выступит в Москве на международной выставке «Интерполитех». Но первыми зрителями стали в Боровске. У меня важно, что я слежу во 2-м полку, так сказать. Очень сильный 2-й полк. Почтить память, что я слежу во 2-м полку. Почтить память павших воинов приехали и калужские ветераны. Полковник в отставке Петр Мишинин в армию попал в 43-м. Он воевал в пехоте, сначала под Минском, а затем в Германии. Был ранен. Этот митинг для него, как и для любого ветерана, имеет огромное значение. Очень приятно, как участнику войны. Я понял о том, что те люди, которые в самое тяжелое время 41-го года защищали нашу столицу, Москву, не забыты. И для меня, и для наших товарищей, с которыми я приехал, это просто приятно. И мне в уме хотелось сказать погибшим людям спасибо. На митинге отметили, солдаты умирают, только когда о них перестают помнить. Воинам-держинцам в Боровском районе обещают вечную память. Олеся Утятникова, Андрей Сомов, Игорь Маслов, телекомпания НИКТВ, Боровский район.